Добрый день, глубоко уважаемые участники нашего форума. Я вас приветствую. Хочу представить вам свое сообщение, посвященное проблемам цитологической диагностики образования щитовидной железы. Сначала я хочу рассказать об эффективности метода и назвать определенные цифры, которые представляют интерес и характеризуют возможности и проблемы цитологического метода. Исследование узловых образований щитовидной железы, которое выполняется с помощью аспирационной биопсии под контролем УЗИ и с последующим цитологическим исследованием, является распространенным и рутинным методом в настоящее время и встроено в алгоритм обследования пациентов с данной патологией. Цитологический метод является единственным морфологическим методом исследования узловых образований на дооперационном этапе, и поэтому роль цитологического заключения имеет очень большое значение для принятия дальнейшего решения о лечебной или наблюдательной тактике конкретного больного. Теперь, какими возможностями располагается цитологический метод на современном этапе? Исследуя цитологические образования узловые, цитолог в первую очередь в большем объеме смотрит неопухолевые доброкачественные гиперпластические процессы, которые составляют в нашей работе примерно 60-70% исследований всех случаев. На долю злокачественных опухолей выпадает всего лишь около 5% всех цитологических пункций. При этом чувствительность цитологического метода в распознавании наиболее часто встречающихся первичных злокачественных опухолей, это касается в первую очередь классического папиллярного рака, типичного медулярного рака, составляет около 95%. Показатели специфичности, то есть правильность цитологической трактовки неопухолевых и доброкачественных процессов, она составляет около 90%, и риск ошибочной гипердиагностики в этой группе составляет около 3%. Однако проблемой цитологической диагностики и ее серой зоной является образование фолликулярного строения с разным злокачественным потенциалом. Ой, как тут переключать? Какие факторы оказывают влияние на эффективность и могут улучшить результат цитологического исследования? Начиная работу с цитологическим материалом, цитолог всегда должен быть проинформирован о клиническом статусе пациента и, если возможно, информирован о тех находках, которые были выявлены с помощью ультразвукового исследования. Далее, выполнение пункционного исследования проводится в настоящее время только под контролем УЗИ, и наиболее эффективным способом организационного плана является метод, когда цитологическое исследование проводится сразу в реальном времени он-сайт, на месте. То есть цитолог быстро смотрит только что полученный аспирационный материал и оценивает его адекватность. В случае неинформативного материала есть возможность повторить исследования и повысить результативность изначально неинформативного материала. При этом показатели повышения качества и информативности можно улучшить на 60-80%. Важным этапом является соблюдение технологий приготовления и окраски цитологических препаратов. На следующем слайде я вам хочу продемонстрировать образцы цитологические, которые мы смотрим. Они уже профиксированы и окрашены. С левой стороны два препарата приготовлены правильно. Цитологический материал, который нанесен, он распределен тонким слоем, монослойно почти что, как гематологические препараты по всей поверхности предметного стекла. А вот с правой стороны мы видим цитологические препараты, приготовленные неправильно, они не распределены. То есть аспират просто распределен, то есть выпущен на цитологический мазок, вернее мазок даже не приготовлен, а аспирационный материал концентрируется в виде кляксы. При этом элементы крови, которые обычно всегда присутствуют в аспирате, они как раз перекрывают эпители, которые оседают на дно, и цитолог в этом случае может просто не видеть цитологический материал, не видит диагностически важные для информации эпителиальные клетки. В отношении окраски я бы хотела сказать, еще цитологические мазки окрашиваются в основном во всем мире двумя способами. Первый способ – это применяются гематологические красители, но в России это может быть использован метод по Романовскому или Лейшману и прочими другими красителями этого типа можно применять окрашивание. А также есть метод, который используется больше всего на Западе традиционно – это метод по Папу Николау. Эти два метода окраски сейчас приняты во всем мире, и каждый из них имеет определенные достоинства и могут дополнять один другого. Кроме классических способов и обычного просмотра цитологического материала, в современном цитологическом процессе можно использовать дополнительно жидкостную цитологию и при необходимости приготовления цитоблоков. Вот эта технология, она используется достаточно редко, но она помогает обогатить жидкостный малокреточный цитологический материал, который иногда бывает трудно оценить именно из-за малокреточности эпителия. В цитологическом материале цитологический материал может быть также дополнен новыми технологическими способами уточняющей диагностики, которые связаны с иммуноцитохимическими исследованиями, проточной цитофотометрией или молекулярно-генетическими исследованиями. Все они, конечно, требуют дополнительных затрат и не могут быть использованы повсеместно, но, тем не менее, они рекомендуются Международной цитологической академии. Теперь уже давайте поговорим о морфологии. Цитологические исследования, они, конечно, во многом ограничены в своих возможностях и не могут полностью копировать гистологическое заключение, но, тем не менее, цитологи должны быть очень хорошо осведомлены и располагать современными представлениями и знать гистологическую классификацию. Последняя гистологическая классификация ВОЗ была принята в 2017 году. Она включает в себя большой перечень опухолевых процессов, но мы не будем здесь на всех и на них останавливаться, просто я скажу, что эта классификация включает аденомы, группы процессов, которые являются с неясным злокачественным потенциалом, как бы промежуточные, а также многочисленные опухолевые злокачественные процессы, которых мы тоже сейчас не будем рассматривать. Просто я хочу сказать, что важным таким элементом в новой классификации послужило выделение из группы папиллярного рака фолликулярным типом строения опухоли, инкапсулированной, неинвазивной, с ядрами папиллярного типа. Было выяснено, что эта опухоль обладает довольно-таки доброкачественным течением, и она была изъята из группы папиллярных раков и отнесена в группу промежуточных процессов с неясным злокачественным потенциалом. Это наиболее такой важный штрих, который мы должны помнить и знать, и учитывать в своей работе. Учитывая определенные ограничения цитологического метода в распознавании ряда опухолевых процессов, что является очень важным и досадным для нас, в 2007 году в Соединенных Штатах Америки, в Голос Дебетезда, в Национальном раковом институте была группа специалистов, которыми были и эндокринологи, и цитологи. Была разработана система цитологических заключений с учетом возможностей ограничений цитологического метода диагностики, которая через несколько лет, в 2017 году, была обновлена, пересмотрена в рамках современной, с учетом современных данных гистологической классификации. Что из себя представляет цитологическая система бетезы? Она представляет собой многоуровневую систему цитологических заключений. Цитологические исследования определяются в рамке шести категорий. Каждая категория характеризуется цитологом, она имеет определенный риск малигнизации, и в каждой категории определенная тактика ведения диагностических и лечебных мероприятий. Давайте сейчас более подробно рассмотрим вот эта вот вся система классификационной бетезы, последняя 2017 года. С левой стороны мы видим цитологические заключения, которые включают первую категорию неинформативного материала, доброкачественные узлы, оттепение ясного значения, фолликулярные опухоли, подозрения на злокачественную опухоль и злокачественные новообразования. В центре мы видим описание тактики ведения больных, а с правой стороны процент возможного злокачественного процесса, несмотря на то, что цитолог иногда оценивает процесс как доброкачественный. Давайте подробнее разберемся с этими категориями. Первая категория – неинформативный материал. Что это означает? Это означает, что цитолог, исследуя мазок, не может поставить диагноз, потому что материал неадекватный. Адекватность материала предполагает наличие определенного количества фолликулярных клеток, териоидного эпителия, которых должно быть насчитываться не менее 60 на одном цитологическом препарате. Минимум касается исключительно фолликулярного эпителия и исключает другие клеточные элементы, такие как макрофаги, лимфоциты или прочие компоненты цитологического аспирата. Исключения из этого правила все-таки имеются. Если мы видим очень малоклеточный материал, но клетки, тем не менее, выглядят атипично, даже если их 4 всего лишь или 5 в одной группе, то цитологически мы не можем расценивать процесс как неинформативный и оцениваем его как подозрительный или отипение ясного значения или подозрение на опухоль. Второй вариант исключения – это когда мы исследуем узел с воспалением. Это могут быть элементы прориферирующих лимфоидных клеток при телеедите, абсцессы, всевозможные гранулематозные процессы, которые встречаются редко, но они, как правило, при аспирации содержат или очень маленькое количество эпителия, или его отсутствие. Он может быть просто отсутствует. При этом материал не считается неинформативным, а процесс рассматривается как доброкачественный, воспалительный. И, наконец, коллоидные узлы. Это частая ситуация, когда мы видим узел, наполненный коллоидом, а клеточного материала бывает очень мало. При этом мы не подсчитываем никогда количество представленных эпителиальных клеток. Причины малоинформативного материала в цитологических мазках могут быть двоякие. Это могут быть технологические причины, когда нарушается техника выполнения и приготовления мазка, или сам узел. Например, когда в нем выражены некротические изменения, фиброз, узел бывает очень плотный, и извлечь эпителиальные клетки бывает чрезвычайно сложно или невозможно. Или кистозные изменения, которые содержат очень небольшую концентрацию клеток, и материал оказывается неинформативным. В случае неинформативного материала большинство узлов должны повторно пунктироваться. Большая часть из них оказывается в основном не злокачественные. Риск злокачественности в этой группе составляет всего 5-10%. Но, тем не менее, повторная пункция, она необходима. Рекомендуется проводить исследование онсайт на месте. Если же такое исследование не проведено, то, опять имеется, рекомендация при повторном аспирате цитологический материал должен быть представлен не менее чем на трех препаратах. Как я уже говорила, повторная пункционная биопсия позволяет улучшить качество клеточности материала и до 80%. Есть еще такая возможность, когда мы смотрим малоинформативный или малоклеточный жидкостный материал, можно приготовить клеточные блоки. Эта методика сейчас у нас очень широко стала использоваться в лаборатории не только в области щитовидной железы, но и в отношении другого жидкостного материала, различных локализаций. И она приносит очень благоприятные результаты, плоды диагностические. Вторая категория. Вторая категория – это доброкачественные неопухолевые процессы. Они составляют, как я уже говорила, около 70% цитологического материала, обладают риском, очень низким риском малигнизации. И такие больные, как правило, наблюдаются консервативно. Доброкачественные процессы, которые чаще всего мы исследуем, это фолликулярный доброкачественный узел, короче говоря, это просто зуб, тиреидит и реже значительно другие доброкачественные, чаще всего, воспалительные процессы. Ну, что, значит, в отношении доброкачественного нондулярного узла, это узел, который может цитологически быть представлен коллоидом, или более, который содержит малое количество эпителий, большое количество коллоида, или это может быть аденоматозный зуб с минимальным количеством коллоида и выраженной пролиферацией фолликулярных клеток. Вот сейчас мы с вами посмотрим, с левой стороны мы видим классическую картину коллоидного зуба, который диффузно покрывает всё предметное стекло. Вот это узел с кистозной дегенератой, здесь ещё присутствует помимо пластов фолликулярных клеток, макрофаги. Ещё мы смотрим картинку, вот с левой стороны это тоже доброкачественный гиперпластический узел, который содержит и фолликулярные клетки, и более крупные клетки гюртла, которые также характерны и могут присутствовать при доброкачественном узле. А с правой стороны мы видим достаточно выраженную пролиферацию фолликулярного эпителия с отсутствием коллоида, которые характерны для аденоматозного зуба и сложны для интерпретации цитологам. Так, следующий процесс доброкачественный – это лимфоцитарный тиреидит. Он включает в себя большое количество гиперплазированных лимфоидных клеток и эпителий, которые с правой стороны у нас представлены. Это фолликулярные клетки, а внизу мы видим клетки анкоцитарного эпителия, которые называются клетками гюртля. Узлы, которые расцениваются, относятся к категории Г-2, они обычно не оперируются, риск ложного негативного заключения составляет от 0 до 3%. Дальнейшая тактика основана на результатах УЗИ. Следующая категория 3 – отипение ясного значения. К этой категории относится неясный для цитологов материал, связанный с небольшим количеством атипичных клеток, атипичных структур, которые мы не можем по их морфологическому виду отнести к злокачественным, но они вызывают в то же время трудности и требуют дальнейшего уточнения. В этой ситуации цитологически требуются повторные исследования, рекомендуется также иногда проводить дополнительные методы, связанные с молекулярно-генетическими исследованиями, которые практически выполняются достаточно редко из-за сложности и дороговизны. Тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что категория 3 – отипение ясного значения, чаще всего является доброкачественным процессом, и предполагаемый риск злокачественности в этой категории составляет от 6 до 18%. Следующая категория – это 4 категория, это наше больное место, это серая зона, фолликулярные опухоли. К этой категории относят процессы, имеющие единый морфологический паттерн, фолликулярный, и к ним относятся гиперплазированный зуб, фолликулярная аденома, фолликулярный рак, фолликулярный вариант папиллярного рака и фолликулярная инкупцилированная опухоль с ядрами папиллярного строения. Сейчас я вам… да, вот с правой стороны мы видим классическую картину фолликулярной опухоли, которая на самом деле оказалась фолликулярно-высокодифференцированным раком, представленная мономортными одинаковыми клетками фолликулярного строения. И вот здесь я показываю на одном слайде разнообразные морфологические и нозологические формы, с левой стороны наверху это гиперпластический зуб, по центру сверху это фолликулярная аденома, справа высокодифференцированная опухоль неясного злокачественного потенциала, внизу мы видим фолликулярный рак и фолликулярный вариант папиллярного рака. Большинство больных при категории 4 подвергаются оперативному лечению и риск малигнизации составляет 25-40%. Так, ну вот у меня уже мало времени, я вам показываю еще гертлоклеточную опухоль, которая относится к категории 4. Это опухоль, которая цитологически невозможно идентифицировать и дифференцировать между злокачественным или доброкачественным, мы просто говорим о том, что мы видим анкоцитарную опухоль, с левой стороны мы видим аденому, которая имеет более выраженные даже атипичные клетки, а справа фолликулярный рак из анкоцитарных клеток. Ну а теперь следующая категория это подозрение на рак, которое связано с тем, что мы видим атипичные клетки и их недостаточно для однозначного оценочного диагноза. А шестая категория это конкретные уже раки. Сейчас мы просто пройдемся, я вам показываю самый частый популярный рак, классический. Он представляет собой в цитологическом материале вот такие вот массивные популярные структуры и пласты с клетками, имеющими внутриядерные инклюзии. Следующая картинка фолликулярный вариант с левой стороны папиллярного рака, это фолликулы, наполненные коллоидом, а с правой стороны это неинвазивная фолликулярная опухоль. Далее мы видим папиллярный рак из анкоцитарных клеток крупного размера, но формирующий тем не менее папиллярные структуры, имеющие ядра фолликулярного рака. Вот интересный злокачественного, агрессивный рак папиллярный из высоких клеток, это папиллярный рак из столбчатых клеток, это агрессивные раки, они отличаются от классического варианта. Это медулярный рак, он формируется из фолликулярных, парафолликулярных клеток тиреоидного эпителия, отличается многооклеточностью, многообразием цитологических признаков, клетки могут быть самого разного строения, с правой стороны мы видим клетки с типичными ядрами типа соль с перцем. И для того, чтобы уточнить и определиться в диагнозе, мы можем использовать достаточно распространенный метод теперь постановки на цитологическом материале реакцию на кальцитонин. С правой стороны мы видим как раз эту реакцию. Но есть еще другие виды раков, с которыми мы встречаемся значительно реже. Пожалуйста, перед вами низкодифференцированный рак, встречающийся очень редко, но протекающий агрессивно клинически. А это анаплазированный рак, который формируется клетками с правой стороны, они округлые, напоминающие крупные опухоли, эпителиальные клетки, а с левой стороны мы видим удлиненные, вытянутые, саркомоподобные клетки. И вот такой короткий экспорс в цитологическую картину различных опухолей мы должны закончить на этом, потому что просто уже нет времени. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!